Приветствую, друзья! Я продолжаю оказывать психологическую поддержку для того, чтобы вы научились самоподдержке. И там я буду рассказывать о своих интересных встречах и подскажу, что лучше делать для вас лично, и вы должны подобрать для того, чтобы снять стресс, или перебирать эмоции, или перебирать мысли, или перебирать действия. И вы по принципу подбора, путём перебора, принципа метода ключа, выйдете на состояние безмятежности. Вот я встречался, когда был совсем молодым, с таким великим человеком, которого звали Бояршинов. Он занимался обучением актёров. И представьте себе, мы там целая группа людей, молодых, знакомились с его методикой. Я тоже лежал там в какой-то комнате, пластом на полу, и он предлагал перебирать эмоции. То есть, вообразите себе, что вы удивлены. И вот все мы там делали такую эмоцию удивления. Ну, чтобы мышцы работали, при этом образ соответствовал этой мимической, так сказать, динамике. Потом вообразили, что вы все попробовали что-то горькое. И тоже все вообразили, и мимика у всех тоже заработала соответственно образу. Потом он предложил вообразить, что все как-то напуганы, что ли, или ещё что-то, что счастливые. Короче говоря, вот так, перебирая разные эмоции, таким образом потом лежишь, и тебе всё пофигу. Ну, такое состояние удивительное, вот это и есть состояние отрешённости, эмоциональной дистанцированности, когда проблемы текут, как бы и текли, а потом и перестаёт течь, и мыслей уже нет. Вот путём переборов эмоций, соответственно, в сочетании с этими образами, которые помогали эти эмоции вызывать рефлекторно, в конечном счёте приходишь к тому, что тебе как-то всё равно, как-то всё одинаково, ты в каком-то таком балансе, как будто ты лежишь и можешь и вспомнить случайно, как облака плывут, и думаешь о чём-то своём, но уже на каком-то другом эмоциональном фоне, когда фон такой спокойный, такое безмятежное состояние, такое равновесие, вы обратите внимание, как я рассказываю, ритмичным, монотонным голосом таким, чтобы кое-кто и прямо сейчас успокоился, а кому-то нужно будет действительно перебирать вот эти эмоции, перебирать вот эти образы, которые эти эмоции вызывают. Ну, вообразите, что вы что-то съели, лимон кислый, у вас такая эмоция, ну, вообразите на секунду, что вы съели лимон. Представьте себе, что вы жуёте этот лимон, этот лимон такой кислый, он там проникает в вас, и капли текут, этот лимон такой кислый, но просто дальше некуда. Вот кислый-кислый, кислый-кислый. И вот когда вы представили образ, на котором ваше внимание способно фиксироваться какое-то время, у вас происходит вот это самое, запрос лишнего напряжения, автоматически происходит на основе рефлексов, потому что внимание фиксации, на образе, который это внимание способно фиксировать, замедляет время психических реакций, и у вас автоматически происходит снижение стресса. Это удивительное явление. Это потому что всё внутри человека взаимосвязано, и не только внутри человека, но и вовне, и внутри человека. Да, и вот если вы нашли образ, допустим, лимона, а почему о лимоне думать легче, то есть внимание фиксировать на лимоне легче, потому что он обладает именно таким раздражающим вкусом, что вы его как бы и не забудете, и поэтому легче внимание фиксируется. А когда вы фиксируете внимание, а фиксация внимания – это и есть погружение в стрессовое состояние, то есть неуправляемого транса, уже в такое состояние трансовое. Транс – это фиксация внимания, и поэтому, когда учёный, человек думает о своей проблеме, он сильно сосредоточен, зафиксирован своим вниманием, он ничего не замечает, ничего не слышит, он тоже в трансе, но в поточном состоянии, то есть там у него направление есть, поиск решений. В другом случае, вот стресс, например, паника – это тоже транс, но неуправляемый. Там ты задаёшь вектор внимания в этом трансе и направляешь поток, у тебя получается, поиск решений. А в стрессе, когда у тебя страх, паника и так далее. В стрессе в данном случае. Здесь транса в стрессе управляет тобой. Ты, когда научаешься перебирать вот эти эмоции, а потом перебирать действия, которые тебе подходят тоже, сихродно подходят, ну, например, ты трясёшься, или плавательные движения, или вообще те, которые ты когда-либо в жизни думал, делал, или вспоминал, и тебе от них было хорошо. Да, ты тоже немножко снимаешь внешнее напряжение. Я вам просто рассказываю разные варианты, как снять напряжение именно сейчас, в данный момент, когда вы этим хотите пользоваться. Вы можете пользоваться и методом Байоршинова, вы можете пользоваться и методом Бутейко, Бутейко, который рекомендовал задерживать дыхание, потому что на самом деле, когда задерживаешь дыхание, в этот момент ты тоже отвлекаешься от всего постороннего. От всего постороннего, и в этот момент у тебя происходит состояние между сном и бодрствием, которое обычно бывает. Это состояние, вроде дышишь и не дышишь. Это такое тонкое дыхание, даже незаметное. И когда ты в стрессе находишься, если ты задерживаешь дыхание по методу Бутейко, то ты можешь перейти, вот этот вот маленький квантовый переход, о котором я говорил в прошлом ролике, тоже может совершаться. То есть многие люди, даже дети, подростки, которые астмой страдали и так далее, когда они учатся по методу Бутейко, задерживают дыхание, они выходят из приступа. То есть они выходят из этой паники, они выходят из этого стресса, из этого напряжения. Вот смотрите, метод Бутейко. И смотрите, когда я Бутейко показал, как руки расходятся, это другое действие. Это уже не задержка дыхания, а это уже, когда вы представляете образ разводящихся рук и не мешаете им осуществлять это движение, в ответ на образ происходит двигательное сопровождение этого образа автоматически на основе рефлекса и диамоторного. Бутейко, когда это попробовал, он сказал, ой, дыхание стало как надо. А он-то знал, какое дыхание должно быть. И он тогда сказал, да, это нужно для тех, наверное, которые не могут волевым образом блокировать дыхание. А я ему сказал бы, почему же только дыхание? Хотя для всех, может быть. На самом деле, если это вам подходит, и вы это делаете, и пока вы это делаете, и руки пошли, и вы им не мешаете, а если не пошли, вот Мария Ако, она предложила вот что. Она говорит, если у вас так не получается, вы сначала, говорит, проделайте это мысленно. Вот вы просто сидите и мысленно представьте себе, что вы держите руки, и что вы представляете, что руки расходят. В уме, в уме там. Просто вообразите себе это. И там, когда у вас руки пошли, вы как бы преодолеваете психологический барьер. И потом, когда вы делаете это в реальной обстановке, ну, например, держите руки, а вы там уже барьер перешли психологический, и вам легче это сделать, чтобы они пошли на автомате с минимальным усилием, по вашему желанию. Ну, конечно, если вам не давят плечо и так далее, если нет проблемы в шее, там вы тогда разомните. Ну, следующие ролики, смотрите, я вам еще покажу, расскажу, очень интересно, и как наша Надежда Побайлова посоветовала сделать. Она говорит, если руки не идут вот так, то я, говорит, предложила себе как бы задуматься, а куда им хочется идти? Ну, например, сюда. И отпустила, и они пошли. И когда я дала возможность рукам и телу делать то, что ему на самом деле хочется слышать себя, то я и сразу вошла в это состояние, и вам, говорит, советую, не получается вот так, прислушайтесь, а что у вас, куда тянет? Сюда или сюда, и отпустите туда, и вы туда войдете. Но я в прошлый раз говорил, делайте это лучше рядом с диваном, потому что если войдете туда, и у вас начнется такое раскачивание, у кого начнется, чтобы случайно не упало, я вас должен предупредить, моя задача – не вреди, не вреди. Да. Поэтому делайте у дивана. Кто-то может делать лёжа это всё, кто-то на пальце, как я говорил, а кто-то вообще всё это может, вот этот перебор движений, перебор эмоций, перебор ощущений, горько, солёно, кисло, лимон и так далее перебирать, просто лёжа. Лежишь, и просто себе перебираешь, горько лёжа, и у тебя начинается рефлекторная работа, и потом ты лежишь, отпустил мысли на самотёк, и наступает стадия после действия. Это очень серьёзная стадия в методе ключа, это после упражнений любых. Ты первые дни просто сел, отпустил мысли на самотёк, взгляд сделал рассеянный, сидишь, и у тебя начинается релаксация. Ну, релаксация, это так в Европе называется психическая релаксация. Но это не обязательно мышечная релаксация, это когда тебя отпускает, тебе становится легче, появляется чувство безмятежности, душевного покоя. Появляется, видите, я когда говорю, у меня происходит жестикуляция. Когда жестикуляция, это то есть я говорю и сопровождаю невольно, инстинктивно свои образы и мысли действиями телесными, происходит синхронизация между умом, эмоциями и телом. И происходит снятие лишнего напряжения, нет внутреннего конфликта, и мысли текут свободно, и поэтому многие люди жестикулируют, потому что если связать руки, человек стоит, и у него и мыслей нету, потому что такое напряжение, что он не может ни о чем думать. Пик такой. Ну, ладно. Самое главное, я сейчас пытаюсь вам помочь, и многие из вас уже знают эти механизмы, и я так горжусь этим, что наша школа «Человек будущего» помогает людям в такой сложной ситуации неопределенности, в такой сложной ситуации чрезвычайных обстоятельств. Да. Мы не политики, мы не занимаемся никакой политикой, а мы занимаемся помощью людям, кто бы они ни были. Взрослые, дети, старики, подростки, женщины, мужчины, чтобы жили долго, чтобы были творцами, чтобы умели сами снимать стресс и превращать вот этот мощнейший наш ресурс, нашу память, нашу способность воображать, нашу способность подбирать, думать, творить. Использовали для жизни, для творчества, для созидания, для помощи друг другу. До встречи, друзья.